Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Последние несколько дней я использовал часы Amazfit Verge. На столе у меня тут лежат Amazfit Beep, неубиваемые часы в плане батарейки, Amazfit Stratos, которые тоже реально крутые. Но мой фаворит из этих трех часов стали именно Verge. Объясню почему. Сейчас будете писать, фу, да они же пластиковые, они более дешевые и кроме того, что с них можно теперь вести разговоры, другие часы от этого производителя такого не имеют, по крайней мере эти три. Но я скажу так, ребят, Xiaomi нас обманули. Xiaomi Amazfit в данном случае. Почему? Я уже не первый раз с таким сталкиваюсь, пишут одно, по факту совершенно другое, но все бы производители нас так обманывали. Я нисколько не преувеличиваю, не выгораживаю, не хвалю, как может быть подумаете. Официальные данные часы Verge работают до пяти суток в активном использовании. Ребята, 24 часа в сутках постоянная синхронизация. Bluetooth я не отключаю, а не соединись с телефоном. Мало того, я даже такую вещь скажу. В Xiaomi, например, нужно приложение, ему дать разрешение, чтобы оно фоном не закрывалось, чтобы часы не отключались на аппаратах Xiaomi для экономии энергии. Я закрепил приложение Amazfit и часы потребляют не более 10-11 процентов за сутки. Притом они у меня, повторюсь, включены постоянно. Идет все сыпятся уведомления с WhatsApp, сообщения с телефона. Можно, конечно, выбрать, отключить, если у вас много разных приложений, будете выбирать, какие уведомления сыпятся. Но они работают однозначно лучше, чем Stratos. И это неудивительно, если мы посмотрим на батарейку. Так вот, самая маленькая батарейка 190 мАч в бипах. Но он просто хохочет во все горло, просто смеется. Эта модель, она просто смеется над своими старшими братьями, которые в 2-3 раза ее дороже. Потому что Verge, вот этот Verge, он работает, грубо говоря, там, ну, явно больше 5 дней. 6, 7, 8, 9 дней совершенно точно они протянут. Verge будет работать дней 5-6. Я их тестировал. И это понятно. Здесь 190 мАч, но энергии потребляет экран крайне мало. Он такой тускловатый на фоне своих более дорогих старших собратьев. Но зато будет держать дней 20, если не больше. Stratos. Здесь 290 мАч батареечка и дней 5-7 его предел. Я ими пользовался, знаю. Ну, приблизительно. Здесь же, соответственно, батарейка 390 на 100 больше, чем в Stratos. И вы спросите меня, Давид, а что ж Stratos стоит десятку, грубо говоря, 10, 11, 12 тысяч. И, соответственно, Verge стоит столько же. Почему? Они же пластиковые. И если брать внешний вид, то, конечно, вот эти Verge нервно в стороночке курят, как говорят. Потому что внешний вид у них совершенно простой. Stratos офигенные по дизайну. Они мне нравятся. Здесь керамический корпус. Они обалденные. Они более тяжелые, они менее удобные на руке, но они красивые и какие-то такие прям реально крутые. Но ими я пользоваться не буду больше. Я буду пользоваться Verge. Несмотря на то, что здесь пластик. Объясню. Экран. Здесь амоледовский экран. И он действительно сущный и яркий. Любой циферблат на них смотрится намного лучше и сочнее, чем на Stratos. Кроме того, нет лишних никаких кнопок. И они переработали немножко интерфейс. Кнопка здесь всего одна. Напомню, все часы, разумеется, водостойки. Можно с ними плавать в бассейне, не знаю, купаться и так далее. С ними ничего не будет. Но именно Verge мне понравился качеством экрана. Понравилось тем, пусть я этим и не пользуюсь, но иногда, если телефон далеко, действительно можно с часов прямо поговорить. Этой функцией не обладают BIP и Stratos. И, конечно, время работы от батарейки для меня важны. Я не хочу каждые там 4-5 дней доставать зарядку и заряжать. С этими я могу позволить себе просто без зарядки дольше обходиться. По удобству. Ребята, знаете, конечно, часы относительно легкие и к ним день-два привыкаешь, как и ко всем другим. Но из этой троицы самые незаметные однозначно BIP. Они самые маленькие, самые скромные, напоминают больше всего обычные часы. Если сравнить со Stratos, то они более красивые, респектабельные, но, опять же, на руке просто они больше. Поэтому в Verge такая некая золотая серединка. Но еще даже такой момент, что в Verge, например, вот они вот так вот, даже на стол их не положишь, в отличие от других. Они однозначно более дешевые в качестве материалов, но дороже за счет AMOLED-экрана и, конечно, дороже за счет того, что здесь есть микрофон и динамик. В этих часах такого нет. И, напомню, можно разговаривать. Что мне понравилось? Конечно, про дисплей уже пятый раз говорить не буду, но дисплей действительно очень яркий, сочный и приятный. Есть автонастройка, разумеется, можно вручную также все настроить. Можно набрать с этих часов даже номер, в котором нет в телефонной книжке. Кстати, какой-то косяк он мне подключил какие-то странные номера. Некоторые из них у меня уже на телефоне полгода нет. Такое чувство, что он как будто в прошлое вернулся и загрузил с облака чего-то странное. Но это, возможно, с телефоном какая-то у меня беда странная. То есть половину номеров подгрузил, половину нет. Но неважно. Так вот, настроек мало, в отличие от стратоса, где нужно было много листать вправо-влево, огромная куча настроек. Здесь все как-то упростили, сделали намного проще. Есть, конечно же, будильник, есть секундомер, есть отслеживание сна, очень полезная функция реально. Есть, разумеется, активность. Но, опять же, наверное, версия прошивки с этими версиями у меня получилась, я не знаю, плюс это или минус. Послушайте и решите сами. С этими часами, с бипом и стратосом такого не было. С этими же я хожу, когда быстро. А я хожу быстро. Я люблю ходить. Я наслаждаюсь ходьбой. Мне нравится ходить пешком. Но мне действительно это нравится с детства. Я когда шел, на этих часах, на стратосах особенно ничего не было. А здесь у меня они пишут. Мы обнаружили, что вы двигаетесь, бежите трусцой. Легкий бег. Ну, я думаю, поставлю да. Да. И они мне все это фиксируют. Сколько я прошел. Настройки одинаковые. Они все подключены были у меня. Поэтому, не знаю, плюс это или минус. Хожу быстро, они определяют, что я бегу трусцой. Но не забывайте отключать. Потому что я один раз забыл отключить. И часа через два вспомнил. Они все еще считали. Как будто я опять же бегу. В остальном, знаете, пользоваться ими удобно. Они какие-то такие. Что-то в них есть. За счет, наверное, экрана все-таки. За счет экрана. Но покупать их за десятку или нет, конечно, каждый решит для себя сам. Их прямой конкурент стратос. Но тут, грубо говоря, батарейка раза так, наверное, процентов на 30-50 лучше. Потому что расходует энергию намного бережнее. Внешний вид. Да. Они менее респектабельные. Они пластиковые. Здесь керамика. Но экраны, экран однозначно лучше и приятнее. Здесь тоже хороший экран. Но амоледовский все-таки более сочный. А бипы? Бипы вообще стоят там 4 тысячи рублей. Стратос стоит, грубо говоря, там 11-12. Даже дешевле. Верджи стоит, грубо говоря, десятку. Я цены оставлю на индекс-маркет на все эти часы. И бипы тут отдельно идут. Они маленькие, они простенькие. В них нет таких функций. Но зато они работать будут у вас там 3 недели, грубо говоря, если не больше. Выбирая между стратосом и верджем, ребят, если вам важен внешний вид, кэтероспектабельный, если вы готовы заряжать каждую неделю часы, вам не нужно через них говорить, принимать звонки, то тогда берите вот эти большие красивые керамические часы. А если, как мне, вам важен более сочный экран, большее время работы от батареи и наплевать, что они пластиковые, то, конечно, вердж это ваш выбор. Вот и все, что могу сказать. Буду ими пользоваться и не знаю сколько. Может быть, буду месяцами, может быть, год, может быть, не знаю. Но однозначно буду. Меня не зашли, мне не нравится. Ладно, на этом у меня все. Напоследок скажу, что все функции, повторю на всякий случай, некий итог. Отслеживать сон, отслеживать сердцебиение, защита от воды и пыли, разумеется. Купаться с ними можно. Сауну выдержали без проблем. Нагрелись, как черти. Вот эти керамические так сильно не нагревались. Я даже думал, как бы и строй не вышли. Не вышли бы, не вышли. И если вам заходит все, что я рассказал, пожалуйста, и я думаю, будете ими довольны. Кто пользуется именно верджем, напишите свой отзыв короткий под этим видео. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. И последнее по скриптам. Зарядка странноватая. В отличие от верджи и бипа, она хуже по качеству, что ли? Потому что сюда нужно более силу прилагать для того, чтобы эти часы наконец-то начали заряжаться. То есть нужно вдавить их сюда, и только тогда пойдет зарядка. Кроме зарядки, в комплекте есть еще инструкция даже на русском языке. На этом у меня все. Счастливо!